Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях необыкновенный человек, человек необычной судьбы, писатель, православный публицист Ян Ильич Токсюр. Здравствуйте, Ян Ильич! Спасибо, что присоединились к беседе. Вы неоднократно говорили о глубине веры в сложных обстоятельствах. Как изменилось ваше понимание Бога и веры в условиях плена, который вы пережили? Изменилось, безусловно, не знаю, это Господь знает, сильнее или слабее, но изменилось точно. Ощущение пришло позднее, ощущение того, что это было благом, это было неизбежно, это было очень важно. Скажу больше, может быть, самое важное, что было в моей жизни, не знаю, за сколько времени. Ну, принятие крещения считаю важнейшим моментом моей жизни. Вот это, может быть, второе. Меру веры определяет Бог, но спустя время, я понимаю, это было благодеяние. Благодарю Бога за то, что это было. И если бы не понимание, что все, что мое происходящее, это есть Его воля, было бы труднее, неизмеримо труднее. Посему, если спрашивать, укрепилась ли вера, да, укрепилась. Укрепилась надежда на Бога. Последнее скажу здесь. Здесь у меня не проходит ощущение, что Господь дал мне свободу и вывел из этой ситуации, чтобы я кому-то об этом рассказал. Тому, кто сам находится в тяжелых обстоятельствах, рассказал, что если ты на Господа уповаешь, он слышит твою просьбу. И во время нужное, во время подобное, он все подаст. Может быть, подаст не так, как ты ждешь, но обязательно подаст. Вот эту надежду, возможно, для того, чтобы я ее передал людям, Господь меня сохранил. Можете ли вы вспомнить моменты, когда ситуация испытывала вашу веру больше всего? И какие молитвы тогда читали? Да, было несколько. Если говорить об испытании веры, то есть верю, не верю, нет, такого не было. То есть вот я отрекусь от Христа и скажу, что нет, я вот тебе молился, а ты мне... Нет, я это прошел давно, это уже нет, такого быть не могло. А вот когда понадобилась максимальная надежда на Него, максимальная надежда на Христа, усиленная молитва, очень решительно нужно было молиться так, чтобы как бы не погибнуть, или не погибнуть не только физически, кстати, а не погибнуть, нравственно не погибнуть, то таких моментов было достаточно много. Ну вот припоминается два, я скажу только коротко. Один момент, когда вначале, в самом, вначале сам, когда меня из... Я был двое суток в тюрьме СБУ, вот, а потом меня перевозили, как сказали... Не сказали, куда перевозили, мне завязали глаза, связали руки, и куда-то везли с 11 российскими военнопленными. По дороге нас унижали, оскорбляли, мальчишек, которые там были возрастные, моложе моего сына, забрасывали просто там, вот, как-то друг на друга, на мне кто-то лежал и так далее, с грубейшими-то какими-то оскорблениями, говорили, что сейчас мы вас везем за город, и мы вас расстреляем. В этот момент, скажем, молитва была особенная, скажем, в этот момент была... Потом выяснилось, что это была инсценировка, я часто об этом говорю. Это было, так называемое, психологическое давление, да. Его кульминация была команда по троих стенки. Все это было. Но вот поскольку глаза были завязаны, поскольку я не мог исключать, что я действительно сейчас как бы отойду от этого мира, то есть в этот момент, если бы я знал бы, скажем, чин надход души, скажем, может быть, я начал бы его читать. Святые царственные стартостерпцы знали, скажем, это последование, они считали по себе, собственно, вот такой канон. Вот. И второй момент, второй момент тоже был уже в самом конце, когда меня везли на обмен. У меня тоже были завязаны глаза, и мне было сказано, что посмотришь в сторону, мы тебе отстрелим голову и так далее. Вот. И сказали, никуда мы его пускать не будем, и мы едем 5 или 6 часов, неизвестно куда, неизвестно как, все, ничего не вижу, не шелкнуться не могу. В это время я столько раз живы в помощи, 90-й псалом, я столько раз не считал в своей жизни. Вот, то есть, и «До воскреснет Бог», «До воскреснет Бог», и «До воскреснет Бог» встречаться в Розеево, постоянно, вот, вот, прочел одну, постоянно мне ничего другое не приходило. А тогда вот у стенки, то я просил Христа просто, чего я боялся тогда, не, что, если поскорее меня принять, вот, вот, боялся я по-настоящему бесчестия, боялся, что после моей смерти, там, скажем, мне припишут, что я что-то сделал, что я кого-то выдал, а этого ничего не было близко. И Господь не дал просто такого. И мне боялся, что, позор, боялся, что мои дети, мои внуки узнают, о том, что на меня повесят. Вот этого боялся и просил, вот, чтобы отойти без вот этого бесчестия. Вот это были самые такие два ключевых момента, когда нужна была, я, Глитвен, вопил, вопием, ты вот и вопил, да. Скажите, пожалуйста, какие православные образы помогали больше всего в плену? Если говорить, скажем, вот о святых, скажем, образ как икона, образ как икона, то мне, дети мои, скажем, дочке с мужем передали богородичную икону, очень для меня дорогую, она небольшая, ее можно было легко спрятать, скажем, мне ее там с передачи как-то передали. Собственно, это не запрещается пока, не знаю, как сейчас, тогда не запрещалось. И ребята из одной из камер, где я сидел, скажем, там курилка такая, все, все, крошечное все такое, они, так сказать, укрепили, я попросил, там, нет, не доставал, маленький, они укрепили ее повыше. Вот. И никто не возражал, если я утром или когда-то просто подходил, смотрел и как про себя, скажем, молился, да. Если говорить об святых, то вот почему-то это, ну, естественно, я обращался к Анастасию Зарешительницы, естественно обращался. Потом, почему-то, тут я не знаю почему, я часто обращался к Иоанну Шанхайскую и Софранцискому Иоанну. Началось с того, что я просто, там, пришли, спросили из библиотеки, что, хотите каких-то книжек? Я говорю, все, что у вас в библиотеке уважаемая есть по православию, принесите мне. Мне принесли довольно-таки большую стопку, и там было житие Иоанна Шанхайского и Софранциского, которые я, конечно, до этого читал. Ну, там был еще канон ему, и так далее. И как-то мне так вот по сердцу ударило вот это вот. И я стал читать то ему, то Анастасия Зарешительница, постоянно читал канон, у меня он просто, он был. И если говорить еще об образах, то, конечно, у меня с некоторых пор появился мне один священник, дай ему Бог здоровья, не называю фамилию сейчас, вот, чтобы у него не было неприятностей, передал мне Новый Завет. И, конечно же, особым чувством я читал те моменты, когда апостол Павел в тюрьме, вот, когда креститель в тюрьме, когда думаю, Господи, лучший из людей, вот, лучший из людей, Бог его говорит, что это лучший из рожденной зоны, принимает такую смерть. Что тебе тут вообще? Кто ты? Ну, вот такие вот образы евангельские поддерживали, конечно, да. Как вы переживали моменты физической и духовной изоляции, находясь в плену, и что давало вам силы продолжать бороться и не терять веру? Ну, вот, скажем так, я же сидел в Лукьяновском СИЗО, это Лукьяновская тюрьма, старая Лукьяновская тюрьма, киевская, известная довольно, там даже корпуса называется, Столыпин, там, Катерина или Катька, в общем-то, это в честь, там, в общем-то, царственных особ. Да. А мой дом от Лукьяновской тюрьмы находится в 20 минутах ходьбы. Вот, и моя жена вот сейчас вот, вот, это особое чувство. Это особое чувство. Особая форма издевательства. Это особая, да, и так. Это особая форма такая. Ну, вот, никто меня иголок под ногти не загонял, не было такого, и пыток не было. Хотя, а сама по себе изоляция, скажу честно, как человек много болевший, вот, и болеющий, изоляция и вообще тюремное заключение тяжелее, чем болезнь. В болезни ты в окружении близких, и вот рядом тебя можно за руку подержать и так далее, могут близкие люди подойти к тебе, а тут этого нет. А я в тюрьме еще и болел. И вот, ну, тут была еще дополнительная трудность, была такая, я на прогулке, и вот два тополя, только верхушки вижу, там, скажем, да. А я эти тополя знаю на Дегтяревске в Киеве, это мой район, вот, я эти тополя знаю. Если пойти налево, то придешь к дому покойного Олеса, Бузины, Царство Небесное. Еще чуть-чуть к нему ближе. Редакция Киевских ведомств, где я работал 17 лет, вместе с Олесем мы работали, да. Пойти направо, 20 минут, и я у себя дома. Вот здесь, сейчас моя жена. Вот в этом есть, конечно, своя трудность. Все терпимо, человек может с молитвой все перетерпеть. Но вот это дополнительный такой момент, вот такой важный, да. Ну, тем более, когда меня арестовывали в марте 22-го года, они еще не знали, как с нами поступать, они кипели ненавистью, ну, что с нами делать, они не знали. Адвокатов к нам не пускали, свидания не давали, ничего этого не было. Сейчас это все дают, но тогда этого не было ничего. Были ли моменты, когда ощущали особую близость с Богом и, может быть, испытывали некое откровение? Ну, вот насчет откровения ничего не могу сказать. Вот тут я постерегусь этих вещей. Вот так воспитан и так наставлен вере своим духовным отцам когда-то, много лет назад. Я не ищу и не доверяю никаким состояниям совершенно. Вот сразу могу сказать. И я по причине недостоинства, я не достоин никаких голосов, состояния, ничего этого я не достоин. Помните, Петр говорит Господу, который был у него в лодке, «Выйди от меня, человек грешный». Я это ощущение знаю. Если я что-то подобное буду чувствовать, я говорю, «Господи, избавь от этого». Нет, 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 я не достоин, чтобы я был посещаем тобой. Почему? А если это от лукавого? Избавь меня от этого. Вот, поэтому я не могу сказать. В принципе, любой молящийся человек бывает всегда минуты, когда он ощущает, что Христос рядом. Любой молящийся человек, ему дается это. Вот. Как, что? Нет, здесь такая вот тайна. Но был один момент, вот скажу честно, был один момент, и все-таки дерзну сказать об этом. Получилось так, что через где-то около полугода я пробыл в СИЗО, а потом так получилось, что за меня был внесен залог, и меня судили дальше, ну, в связи с тем, что у меня онкология, мне нужна была операция, там, и тогда судья снизила залог, и меня выпустили с тем, чтобы я сделал операцию. И вот после я сделал операцию, находясь под залогом и находясь под судом. Больше того, после операции меня судили в палате, то есть стоял ноутбук, и я здоровался со своим судьей, со своим прокурором в больничном халате, там, с дренажом и так далее. И продолжали меня судить, там, сообщали мне, что я подрывал основу украинской государственности, только уже в палату. Так вот, был один момент, когда я проснулся в реанимации после очень сложной операции онкологической, да, и вот тут я не могу, вот, не могу не сказать, что Господь был рядом, вот тут я вот ощущал это, вот, вот это единственный момент, когда я могу сказать, я тут нет сомнений, вот, нет сомнений. Я открыл глаза ему после общего наркоза, и такая радость, вот, не могу, это вообще нельзя писать. Радость, и вот он рядом. Вот, и вот радость и радость, все, вот, все, ничего можно сказать, ничего можно сказать не было. Я понимаю, о чем вы говорите. Да, и все. Когда я была в своем заточении, я ощутила, что стало добрее и милосерднее. Скажите, пожалуйста, как вы сейчас относитесь к своим пленителям? Заслуживают ли они сострадания и милосердия, или вы как-то по-другому смотрите на эту ситуацию? Я молюсь за них, никакой злобы, ни по отношению к кому, ни к ограбившим меня и забравшим последние мои сбережения, их там было человек пять-шесть, ни арестовавшим меня, ни проводившим обыск, который сопровождался грабежом, вот, ничего. Я знаю имя своего следователя, Максим, поминаю его с ограбившими, вот, знаю имена своего главного прокурора и судьи, поминаю их, вот, верю, что им не очень хотелось меня судить, не хотелось. Это только, я не называю их имен, вообще, это мои ощущения, может быть, я ошибаюсь, может, не очень хотелось, но я этого не видел. Вот я видел другого, я видел другого. Посему я знаю их имена, я поминаю их, никакой ненависти не испытываю. Я испытываю сожаление, что этим людям придется за не только меня, грешного, за многих людей придется отвечать. Скамья подсудимых в Шевченковском суде, где я сидел, она отполирована до блеска. Это значит, что там сидело много, чем много людей. Вот, вот, за них им придется отвечать, и вот без тени рисовки скажу, мне их жалко. Вот, за такой ответ, который они будут держать, это же страшно будет. Да, надо молиться об умягчении злых сердец. Что бы вы могли посоветовать тем, кто сейчас находится в состоянии гнева или озлобления на фоне конфликтов или каких-то трагедий? Ну, вот, прежде всего, хотел бы посоветовать вспомнить. Вот, помните, был разговор в Евангелии, когда Пилат говорит Христу, ты мне ли не отвечаешь? Ты знаешь, что я могу тебя отпустить, я могу тебя распять. Он говорит, в моей власти тебя распять, в моей власти тебя отпустить. И Христос ему говорит, ничего бы ты не мог, если тебе не было попущено. Вот, ничего ты не мог. И дальше еще Господь Другой говорит ему дальше, что потому больше вина на тех, кто тебе это разрешил, чем на тебе. Он ему даже такие слова говорит милосердно. К чему я это говорю? Пребывающий ныне в гневе, в возмущении, не забывайте, что волосы все на нашей голове сочтены. И все абсолютно, Господь всевидец и всеведущий, Он все знает и все видит. И, соответственно, ничего не происходит без Его воли. А поскольку Он любит нас, то, соответственно, все, что происходит с нами, происходит ради нас и ради нашего спасения. Вот Его любовь, мы даже, о Его любви говорить, мы и я, и не достоин даже об этом говорить. Но только знаю одно, что самое главное, вот один из выводов, который я сделал. Самая главная молитва, с моей точки зрения, да будет воля твоя. Это самое главное, потому что Его воля более благая по отношению ко мне, чем моя собственная. Я могу себе желать чего-то, чтобы Бог знает, а Его точно знаю. Он желает моего спасения. Он желает моего спасения и нашей встречи. Поэтому говорю Ему, да будет воля твоя. Отвечая на ваш вопрос, скажите, да будет воля твоя. Нет, в сердце нет ответа на это, да? Все равно говорите. Все равно, вот в сердце войдите и говорите, да будет воля твоя. Вот, ну вот так. Как, по-вашему, можно найти точки соприкосновения людям, находящимся по разные стороны баррикад? Очень сложный вопрос. В житейском плане очень сложный. Я знаю десятки близких мне семей, где идет разделение. Поколение старшее, предположим, за Майдан. Поколение среднее против, поколение младших разделившихся. Да, я даже приводить примеры не буду, нет, больно даже вспоминать. Я бы посоветовал чисто бытову обходить, на каком-то этапе вообще обходить темы, которые вызывают злобу. В злобе вообще ничего нельзя проявить. Злоба затемняет, и все. Поэтому, если возможно, избегайте конфликтных тем. Но это как бы по-житейски. Второе, главное, любимый мой святитель Игнатий Брянчанинов, один из моих любимых святых, и очень близкий к нам, я советую его читать, потому что он, Феофан Затворник, они очень близки к нам, Иоанн Кронштадтский, они близки к нам чисто по времени, они нас понимают, они нам близки, это люди практически нашего склада. Он говорит, если с ближним, я просто смысл пересказываю, это не цитата, он говорит, что если у тебя преткновение с ближним, и ничего не получается, тупик, да, введи Бога в ваши отношения, передай ему этого человека, Богу передай, и тогда тут восстановится уже трое, всемогущий Бог, этот и ты, и тогда у тебя, у тебя перевес, у тебя перевес, с тобой Бог. Вот, передай Богу этого человека, искренне передай в сердце его. Вот это сплошь и рядом приходится сейчас делать, вот просто, и советовать, это очень советую, введите в Бога в ваши отношения с тем, с кем полный тупик. Хороший совет, спасибо большое. Как видите роль веры и православия в сегодняшней ситуации на Украине? На Украине действительно такая острая ситуация, что люди, церковь, отдельные чадо церкви, простые люди, епископы, все поставленные сейчас, вот когда там сатана поставил Христа на краю храма и сказал там, бросайся вниз, вот, и Господь нашел, что сатане ответить. К чему я говорю, все находятся вот в таком положении, сейчас вот решается твоя судьба, ты предашь или сохранишь веру. Вот Украина в этом смысле уникальна. Наверное, есть еще места на планете, где, да, я знаю, есть места на планете, есть некоторые страны, где только за то, что ты сказал, ты православный христианин, тебя убивают. Есть и такие места. Но вот Украина приблизилась вот к такой ситуации. На сегодняшний день каноническая церковь, Христова церковь запрещена законодательно. Все это мы знаем. Что сегодня нужно понимать людям, живущим на Украине и считающим себя православными? Что от их выбора зависит их вечная жизнь. И это не фигуры речи, то, что я сейчас говорю, это не пустые слова. Это реально уже искушают, давят и требуют предательства. Ну, предай немножко, предположим. Вот я вчера слушал одного знакомого, очень знакомого священнослужителя, которого я люблю. Но вот даже вот его слова, он смелый человек, но даже его слова. Есть некоторое, я называю имени, не назову никогда, есть некоторый маленький коридор, куда может лукаво сказать, ну, еще немножко расширь, чуть-чуть, еще, еще чуть-чуть, признай вот это, и уже все. Я хочу сказать, очень опасная сейчас ситуация для людей, которые хотят вечной жизни в Царство Небесное. Вот мы, Христус говорит нам, ищите прежде всего Царство Небесное. Оно может закрыться, если мы откроем дверцу для компромисса. Он скажет, ну, слушайте, ну, давайте, священник говорит, ну, что-то то, что ты послужишь, там, одну литургию, вот эти вот, из ПЦУ, что тебе, ну, что вот такое произойдет? Все, да, может произойти конец, вот, все, ты больше не христианин, да, вот такое. Может, Христос, мы и знаем, законы экономной церкви, да, апостольские правила что говорят? Да будет извержен, кажется, 10-й апостольский правилет. Вот, священник или епископ, совершивший с расходниками совместное богослужение, да будет извержен. Все, посему я желаю моим единоверствам на Украине, замкните слух от Ахматова есть, да, я замкнула слух, вот, замкнула, вот, чтобы не смущался мой скорбный дух. Замкните слух, будут говорить. Давайте немножко, чуть-чуть-чуть уступите, чуть-чуть придайте, чуть-чуть послужите с этим, немножко признайте, что это канонично, а это неканонично, да. Ну, вот, ну, нельзя, вот, предположим, без решения патриарха московского нельзя было производить никаких действий на территории, на его канонической территории. Он говорит, мы варим мира, вы непоместная церковь, вы как этого правите? Дальше идет аргумент, а в древности варили, да, было. Но это было в древности по благословению патриарха или по благословению какого-то другого, кто может по уставу разрешать. У вас было разрешение? Не было. То есть нарушение? Да. Что это? Шаг к расходу. Поэтому, последнее надо завершать, но надо быть внимательными. Здесь чуть-чуть шаг влево, шаг вправо, и вот двери Царства Небесные, не дай Господь, будут закрыты. Что, по-вашему, может сделать церковь для достижения мира и примирения? Господь Аврааму говорит, в Библии мы читаем. Он говорит, а тут на запись фактически нет. Ну, и две. Ходи передо мной и будь непорочен. В церкви, можно сказать, пусть ваши собрания будут непорочны, пусть они будут абсолютно каноничны, пусть они будут такими, что Господь вас, видящих, ходящих, таким, как вы есть, на вашу молитву скажет, ладно, вы верны, ради вашей молитвы у вас будет мир. Вымолить можно тем, кто хоть как-то похож на самого Господа. Своих он не оставляет. Вот я отвечаю. Что может сделать церковь? Это ваш вопрос. Быть своими у Господа. Своих он не оставляет. Если мы будем ему верны, то наша молитва к нему и просьба наша будет иметь основание. Мы говорим, Господи, мы твои. Вот, просим у тебя мира. А просить какие-то вещи более конкретные, там, скажем, чтобы там этот провалился, там, а этот как бы, вот этого не надо. Вот это совсем не надо. Не проклинать, это не наше прерогативо вообще. Церковь вообще не проклинает. И анафема, кстати, это неправда. Люди просто неграмотные говорят, потому что анафема – это проклятие. Анафема – это никакое не проклятие. Это просто церковь говорит, он не наш. Ну вот, он просто, знаете все, город, мир, все знаете, он не наш. Мы с тобой больше не молимся. А так все, никакого проклятия нет. Посему изменить можно только, изменившись самим и уже, будучи измененными, рассчитывать, что Господь услышит. Вы долгое время уже раскрываете правду о действующем киевском режиме. Скажите, пожалуйста, как христианину можно выражать свое несогласие с чем-либо? Поскольку я еще по первой профессии, хотя уже сейчас не занимаюсь этим, но я ведь сатирик. Я 30 лет отдал украинской сатирии. Я выработал за это время определенное правило. Меня спрашивали сейчас, вы, скажем, христианин и вы сатирик. Да, но есть, я советовал с духовными людьми. Есть правило. Грешника люби. А дела его ты можешь критиковать. Ты можешь не соглашаться с его делами. Ты можешь даже не соглашаться с делами своего духовного отца или даже своего начальника, священного начальника. Ты можешь не соглашаться. Но ты продолжать должен любить его. А если у тебя к нему вопросы, задавай без злобы. Некоторые говорят, вот мы молчим. Не надо молчать. Если говорить о внутренней церковной жизни, мы, миряне, имеем право спрашивать. Ваше высокопреоподобие или ваше высокопреосвященство, у нас есть смущение. Объясните. Это нормально. Это нормально. Это не бунт. Это не есть сатира. Сатира – это показывать человека в недостойном, каком-то смешном и так далее виде. Но я совершенно этим никогда не занимаюсь и не занимался никогда. Совесть это не позволяет. Почему, да, можно одновременно есть, например, вот сегодня читаю ленту новостей, там предположим, да, в Житомире сжигают дотла храм Покрова Престой Байродицы. Вот сегодня это было, и меня попросили там прокомментировать, я прокомментировал. А что тут комментировать? Вы же, имею в виду власти, на каждом углу фальшиво говорили там, что Покров – это же наша улюблена свята, мы так любим Покров Богородицы. Любимый праздник. Пришли, с любимый праздник Покрова, все эти вот любители факельной шествы пришли и сожгли Богородичный храм. А что, вы думаете, Богородице было приятно, когда вы его сжигали? Вот, ну так о чем же мы говорим? Вы так любите Покров Богородицы? Чей Покров вы тогда ждете? Богородичный, вы не дождетесь его. Вот вы его не дождетесь. В чем, по-вашему, заключается главный вызов для современного христианина в условиях конфликта и разобщенности? Главный вызов – это все-таки сохранить верность. Быть верным не по слову, а по делу. И еще одну вещь понимать, что Бог не… Такая пословица народная, что Бог не в бревнах, а в ребрах. Он прежде всего в нашем сердце. Да, очень тяжело терять храмы. Да, очень тяжело, когда отбирают собор. Это очень тяжело. Но это не конечная катастрофа. Страшнее, когда он из ребер Господь уйдет. Мы ведь сами… Апостол же говорит, вы про себя знаете, что вы храмы? Вы же храмы. Вот если мы храмами останемся, ничего, тогда мы послужим, так далее, и другие. В квартире, в лесу на пеньке совершим таинство. Тоже ничего страшного. И чашу. Вот. В ГУЛАГе молились на груди умирающего епископа. Тоже. Поэтому, вот я просто отвечаю на вопрос. Главный вот вызов ответит такой. Хрисус со мной остался. Я его церковь не предал. Я не поддерживаю раскольников, и я не поддерживаю тех, кто учит неправославно. И если это у меня есть, то будет у меня храм. Мне будет. Господь все вернет. Вот, собственно, все. Вопрос верности. Ну и еще скажу. Недавно я беседовал с одним епископом, вот, ладыка Петерима, творогом, замечательный совершенно. И я его спросил, вот, что переполнило чашу терпения на Украине? Думая, что он скажет, как я думаю, вот, там, национальное чванство, национализм, деление людей на лучших, худших и так далее, а он, знаете, что сказал? Он сказал равнодушие. Переполнило чашу терпения равнодушие. То есть, жили себе, все нормально, этот сделал, нормально, этот, ничего, нормально. А вот, вот, с его точки зрения равнодушие, это оказалось, с его точки зрения, самым большим грехом, который переполнил чашу терпения. Если вы такие вот, тепло-хладные, ну, попробуйте вот так, без меня. может быть, можете рассказать какой-то пример или историю о том, как можно увидеть, увидеть духовный смысл в страданиях? Его надо искать, этот смысл. Я скажу, Господь в моей жизни являл свою милость от страдания, это его милость, только я это понял со временем, не только ведь, там, арестом, там, или там, и так далее, судом, нет. Я пережил тяжелейшую болезнь дочери, предположим, тяжелейшую болезнь, когда врачи отказывались, когда мне говорили, что ничего вообще не будет, и в лучшем случае, если будет живо, то, там, только на лекарствах и так далее. Вот я все это тоже проходил, это все. И у меня есть опыт 12-ти или 13-ти летней молитвы о ней, только предположим, да, которые Господь услышал. Только, это не 12 дней, а 12-13 лет. И сколько всего вокруг этого было, сколько мы с женой перенесли и так далее. Вот, посему, со мной так обычно, может быть, кто-то иначе, со мной так обычно. Я вижу руку, руку Господню, но сейчас это бывает с опозданием. Ну, я пытаюсь, уже находясь в страдании, я пытаюсь, как бы, понять, что да, это для чего-то нужно. Опыт мне подсказывает, что да, нужен. Сейчас я такой, но тогда, когда у меня был опыт поменьше, и вот это, у меня тогда, сын был тогда еще маленький, а дочери было тогда, там, 23-24 лет. Тогда, до этого, там были проблемы еще. Вдруг мне говорят, что вот, как бы, папа, попрощайтесь, там, все может быть, там, и так далее. В тот момент было, было сложно. Это сейчас тоже, я дважды онкология, это, у меня, в общем, такой большой, большой опыт страдания, я могу сказать, что да, все это, все это от Господа, все это от Него, для того, чтобы мы изменились и от Него не отошли. Но, пребывая в страдании, это сложно. Молитва дает возможность, молитва и чтение святых, житей святых. Вот недаром на Руси всегда, что здесь, что в Малой Руси, что в Великой Руси, что в Белой, чтением, любимым чтением русского народа всегда были жития святых, потому что вдохновляешься. И я тоже посоветовал бы читать жития святых, как они переносили страдания. Ну вот не знаю как, мне это очень помогает. Помогает по сей день. Вот помогает. Посему вот воля Божия, у меня лично, может быть, недостаточно веры, поэтому мне открывается немножко, всегда немножко с опозданием. С опозданием. Хотя, хотя, вот, ну сейчас просто, я не знаю, есть ли у меня время, рассказывать множество, можем много чего. Вот скажем, предположим, сейчас я живу в определенном месте, да. Я, находясь на Украине, в течение десяти, Боже, больше лет, читал каждое воскресенье после литургии, придя домой, домой, читал канон малоизвестному такому святому, римскому ученику Уару. А ему молятся за друзей, родственников, ушедших и не претерпевших, и не принявших крещения во Христа. Я ему десять или одиннадцать, а может, или пятнадцать, я не помню. Каждое воскресенье или почти каждое воскресенье читал Маккану. Проходит время, меня обменивают, привозят в определенное место. Я выглядываю в окно, красивый храм стоит. Я спрашиваю, это кому? Уару. Вот так. Кто-то скажет, случайность. Если я добавлю, что вообще-то уаровских храмов в Москве вообще нет. У Господа не бывает случайностей. Да, да. Вот такая случайность. Десять или там... Да, и еще вот по моему маленькому опыту не закладывайте все. Бывает, что сразу, все бывает. Но я можно молиться долго. Вы закладывайте, что буду молиться за него там десять или там двадцать лет. А потом... Будет быстрее, значит, будет быстрее. Скажите, есть ли на Украине люди, которые нормально относятся к россиянам? То, что они есть, это несомненно. То, что они есть, несомненно. Я таких людей знаю, и знаю довольно много. Да зачем далеко ходить? Да еще... После мощнейшей антироссийской пропагандистской кампании еще несколько лет назад около 50% вопрошенных дерз... не побоялись ответить, что относятся хорошо. Вы можете представить, это они же изжирят людей, которые в жизни не скажут правду просто. Они отказались ответить, согласились ответить, что хорошо. 47 или 8... Я не помню. Около 50% вопрошенных согласились. Да, хорошо. Несмотря ни на что. А сколько промолчали? Вот ответ на такой вопрос. Много. Возможно? Возможно ли, что отношения послевоенного конфликта между Россией и Украиной наладятся? Да, я считаю, что возможно. Я ради этого работаю и ради этого молюсь. Не верить в это я не могу. Это может произойти гораздо быстрее, чем многие думают. Пример стран, может быть, для нас, может, это не очень такое. Но я все равно приведу. Насколько Германия послевоенная была... Военная, послевоенная Германия была отравлена, скажем, нацистской идеологией. Спустя некоторое время, может, лучше меня это... В Германии не дай Бог только упомянуть, предположим, о Гитлере, о нацистах или не дай Бог поднять руку в приветствии нацистских. Это будет... Это было, вот до недавнего времени это было. Это тюремное заключение, это суд, это преследование. Немцы боялись, как огня, как огня, что восточное, что западное. Боялись, как... Да еще недавнего времени. Вот, да и сейчас, собственно, жесточайшие законы. Ну, сейчас, конечно, там немножко помягче стало, но группа меняется. Но, в принципе, выздоровели, выздоровели. Выздоровели, недовольно быстро выздоровели. А вот, собственно, все. И здесь надо только этим заниматься. Уже сегодня надо писать новые учебники, нужно создавать правдивую историю, надо заниматься созданием новой, правдивой, настоящей, подлинной культуры, в том числе и православной, неправославной, светской, науки и так далее. Нужно заниматься этим, люди, и еще заниматься это силами только граждан Украины или бывшие граждане, это невозможно. Нужно это делать все коллегиально, вместе со всеми, со всеми живущими в Москве или в Костроме, или в Казани, или в Минске, и так далее. Всем вместе надо создавать. Вы думаете, проблем в Беларуси нет с историей? Есть, есть, есть. А что, в России нет проблем? Да, есть такие деятели, не называя имен, которые такую ложь говорят о прошлом России, просто кошмар. Вот, нужно создавать, есть подвижки, в России есть подвижки, но украине, даст Бог. Мы поговорили с вами о прошлом, о дне сегодняшнем, давайте немного поговорим о будущем. Что бы вы сказали тем, кто еще не нашел веру и путь к православной вере и находится в своих духовных поисках? Я бы сказал вот что, не закрываться от правды Божьей. Каким образом? Если человек сидит в комнате с закопченными, абсолютно закопченными окнами, он говорит, света не существует. Он говорит, да ты поскобли окна, понимаете, посему не торопитесь говорить его нет, если окна заскоблены, то есть закопчены. Вот. Вы сначала сделайте первый скребочек и скажите, может я что-то не знаю. О, это огромный шаг. Вот, это огромный шаг. Потому что гордыня говорит, каждому гордецу говорит, ты лучше всех все знаешь, ты лично Ваня, вот, Маша, ты лучше всех все знаешь, кто лучше тебя? Это чисто бесовский момент, каждый бес считает себя самым главным, ненавидит всех других. Это долго говорю. Первое вот это, второе, расскажу просто историю про себя. Как я очень долго шел к принятию православия, поскольку был воспитан в советское время и так далее. В какой-то момент, давно, очень давно, еще в молодости, я понял, что вот тот концепт, который меня воспитывали в школе, в вузе, и так далее, он ложный. А найти не мог, где я только не был, куда меня не заносило. И везде был. И вот это я все рассказываю к тем хорошим вопросам. И вот рассказываю такой вопрос личный, но здесь надо сказать. Понимая, что старый концепт это ложь, и в то же время не знаю, куда двигаться, потому что я попадал и к индуистам, и к адвентистам, кому меня только не заносило. И всюду душа не принимала, не принимала, абсолютно, ужасный кошмар. Я стал вставать ночью и молиться одной единственной молитвой. Господи, если ты есть, откройся. Все. Больше ничего. Видимо, Господь услышит. Вот собственно все, я могу только своим таким опытом поделиться. Господь услышит. Какую вы видите миссию православия в 21 веке? Она такая же, как и была в первом веке. она ровно еще там не изменилась. Православие свидетельствует об истине, а истиной есть сам Христос. Он же сам говорит о себе в Евангелии. Я есть путь, истина и жизнь. Путь жизни, причем жизнь вечная, жизнь с избытком. Посему православие говорит возлюбленная есть жизнь не только земная и не столько земная, а жизнь вечная. И эта жизнь во Христе. Вот сколько там Давид царь говорит, сколько человеческой жизни? 70 лет, а есть в силах 80 лет. И множество из них труд и болезнь, то есть большая часть диктуры были. Православие свидетельствует миру, что есть жизнь вечная, в которую ты можешь войти. С чего начинается главное богослужение православных христиан? Благословенно царство Отца и Сына Святого Духа. Вот о чем свидетельство православия. О том, что есть царство Отца и Сына Святого Духа. И душа наша бессмертная может там жить вечно. Вечно и не в одиночестве, со всеми, кто Христа любит. Православие это говорило в первых веках, за что их убивали, да, потом с четвертого века перестали прямо убивать, там, в определенном ареале, да, продолжает говорить это и сейчас. Если оно перестанет об этом говорить, оно перестанет быть Христовой Церковью и православием, истинной веры. Что православие? Это истинная вера, ортодоксия, правильное пославление Бога. Как только она замолчит, все, значит, это уже как бы нечто другое. Какие духовные принципы, если можно так выразиться, являются ключевыми для современного человека? В общем-то, тоже, мне кажется, ничего не поменялось, просто чем отличается так называемый современный человек от человека несовременного, отличается тем, что ему тяжелее пробраться сквозь обман. Просто сквозь обман ему тяжелее пробираться. В этом смысле его положение тяжелее, чем тех людей, которые родились в верующей семье, в деревне или в городе, ходили в храм, в Москве или в Киеве, почти в каждом дворе или три-четыре двора стоял храм. Вот это потеряно. Это потеряно. И посему положение современного человека сложнее. В этом смысле его больше искушают. Я думаю так, что надо быть, надо спрашивать свою совесть, потому что совесть это, Достоевский так сказал, это отражение бытия Божьего в душе человеческой. Вот к совести свои люди, которые не пришли, спрашивайте себя, спрашивайте себя часто. Вот обращайтесь, потому что через совесть с людьми некрещенными, Бог все равно говорит, Он говорит с кем угодно, в Индии не любят православие, все равно через совесть говорит, стучится к ним Христов, стучится. Поэтому слушайте свою совесть, не закрывайтесь, когда вам говорят, что ваша жизнь это только еда, сон, удовольствие и все. прислушайтесь к тем, кто говорит, что это не все, что есть другая жизнь, прислушивайтесь к этому. Вот, послушайте, а потом совесть просите. Ничего не екает, не отвлекается, если хоть чуть-чуть екает, ищите, берите книги, ищите, находите. Вера от слышания, то есть кто-то вам передает вера от слышания, но чтение это тоже слышание, это слышание людей, которые уже нашли. Поэтому читайте святых, читайте священия, читайте святых отцов. Ну, собственно, все могу сказать. У меня, например, лично было так, я искал, искал, я очень долго искал, искал, а потом в результате всех этих дел начал вот так вот, как я описывал, просить, откройся мне, а потом вдруг иду я, иду, и в Киеве, один из прекрасных храмов XI века, я ходил, просто отходил, слушал пение, никогда не был действующим послескором, а возле него какой-то маленький деревянный какой-то наводил, оказалось, что тоже маленький храмик построил. Я туда захожу, а там литургия идет. Я никогда не был вообще вот так. И как раз, теперь я понял, священник выносит чашу Христову. И я понимаю, что я должен обязательно, а, обязательно узнать, что происходит, б, я чувствую, что я попал туда, где совершаются события, которые касаются меня лично непосредственно. Я не знаю, почему я так решу. И третье, я как-то ощутил, что это касается меня лично и вообще всех людей. Не сказали ни слова, просто молодой священник нес чашу, чтобы поощрить. я понял, я должен знать, кто в чаше, что это, что происходит. Вот, собственно, с этого нам, ну, тоже-тоже были исключения, но я вот, с этого пошло. С этого пошло нам. А что бы вы хотели, чтобы молодое поколение усвоило из вашего опыта? Мы с вами люди разных поколений, да, вот, посему у нас, у наших поколений разный все-таки опыт. Я скажу из опыта моего поколения, вот, прежде всего, что Господь может вывести из абсолютной тьмы, когда кажется, что же ничего нет. Второе, не верьте, если вам будут говорить, что там все, церковь, она уже доживает последние дни, все это, Христовая церковь, это все ерунда. Напоминаю, церковь, Христовую церковь уничтожали на корню. Вот, специально, если пойду к примеру, вот, есть такая страна Япония. В Японии когда-то появилось православие. Ну, там же географически там Россия близко, да, появилось православие. Оно было физически уничтожено, просто зачищено. Через некоторое время оно снова появляется. И сейчас есть японская православная церковь. Тогда казалось, все, ну, просто физически уничтожено. А оно еще снова есть. К чему я говорю? Большевики, они сказали, что все, все. Хрущев говорил, последнего попа покажу вам через 20 лет. где Хрущев, где последний поп, где большевики, где все эти гонители. Да нет их. Сгнили давно. А церковь жива. И она и будет жить. Она будет жить. Христос сказал, да, будет до скончания века. Будет до скончания века. Она будет жить. Вот я хочу сказать молодым, что не верьте, если вам скажут, что это все устарело, оно все уходит. Ничего подобного. Церковь может, Христову церковь, я имею в виду Христову церковь, как собрание во главе с Христом. Она будет всегда. Она может стать меньше. Господь говорит, малое стадо называет в какой-то момент. Она может стать малым стадом. А завтра может быть она стать немалым стадом. Кто мог предположить, что такое храмовое строительство начнется в России, тогда, когда вообще храм, который, скажем, стоял возле, рядом с моей школой, превратили в спортзал. Это еще в лучшем случае, спортзал превратили в храм. А в склады? А еще? Вот. У нас был спортзал. Я вот сейчас, когда в Киеве проходил, думаю, господи, прости меня, когда я был измышленный, я там ходил на баскетбол, там еще занимался, а там спортзал был. Сейчас там храм. Кто мог подумать, что будет такое мощнейшее строительство храма, которое началось в начале 90-х годов. Еще недавно вообще там травили за то, что ребенок в церкви, в школе крестик наделал. Травили. Посему молодому, по крайней мере, сказать, не верьте, что церковь отживает свой век и что верующие отживает. Нет, это враг ваш, враг вашего спасения, вам это нашептывает. Говорит, так, ничего не надо. Ешь, пей, веселись, помрешь, лопух вырастет. Ложь. Вот. Знаете, что это ложь. Вас обманывают. И в завершение нашей беседы есть ли что-то, что бы вы хотели сказать людям по ту сторону конфликта, которые считают вас своим врагом? Много хотел бы сказать. Первое, что я хочу сказать, вас обманывают. Я не являюсь не только не врагом, никаким предателем не являюсь и так далее. Вот. Мне часто там инкриминировали 111-ю статью, да, измену. извините, а разве я давал клятву бандеровской идеологии, которую я критиковал всегда, не сейчас, а всегда? Я давал клятву украинскому национализму, мне нравился, скажем, Петлюра или Мазепа или Бандера или другие никогда. То есть я никому не изменял. Я не изменял, потому что мои взгляды всегда были теми, какие сейчас. Я не менял ни при одном президенте. Это можно почитать мои тексты, они есть в открытом доступе. Мой сайт не закрыли, он еще есть. Вот. Я писал и про Януковича, и про Кравчука, и про Ющенко, и про, естественно, Зеленского. Что поменялось? Ничего. Я никогда, с Божьей помощью, я никогда не предавал ни своей веры, ни своих убеждений, ничего. Пускай слов предатель ко мне вообще не понимал. Враг? Да, я враг. Я враг тех, кто вас, это я вот говорю своим соотечественным, кто вас обманывает, кто внушает вам, что вы какие-то стыдные, смешные и мерзкие вещи, что вы там, что вы, что Христос был украинцем, что Христос был галичанином. Вот такой, вот тех, кто вам это внушает, я не люблю. Вот, вернее так, я их люблю, я не люблю их ложь. Я делал и буду делать, пока я живой, все, чтобы вы поняли, что вас обманывают. Христос не был галичанином никогда, украинцы никак не выкапывали Черное море, не, не, как это сказать, по-русски, я, в общем, сейчас пошли украинские слова, начали делать. Вот, не надо так вот себя выставить таком ужасном, скажем, смешном, вот позорном таком свете, что украинцы это люди, которые живут какими-то злобными легендами. Да нет же, есть народ, он жив по сей день, он крещен в Днепровской купели, выйдя из него, этот народ по Божьей милости, он сказал Христу тогда, ты наш Бог, ты наш Спаситель, а он ему, вот тебе шестая сейчас суши, осваивай, живи. Он распространился в Великую и Малую Беларусь. Я в это верю и верю в то, что это единство для Украины, нынешней Украины, это путь к спасению. Когда жители нынешней Украины, Малороссии, Новороссии, когда они были наиболее славны и сильны? Когда они были в единстве? Когда они знали об этом единстве? Тогда они были фельдмаршалами, тогда они были государственными деятелями, это, скажем, Безбородко-то был второй человек после государя. Это все малороссы. Вот, Паскевич, Малоросс, Гоголь, да я могу называть там по малороссов сколько угодно, вот, а я уже не говорю генерала Великой Отечественной войны, сколько там малороссов. Малоросс становится великим, когда он в единстве. Вот, за это покойного Олеся убили, за это меня, скажем, арестовали в 22-м году. Мы в это верили, мы и будем верить, и в этом правда. Вот, собственно, в этом правда. Три единства народа в Малороссии? Конечно, конечно. Только в этом единстве вот, Малоросс может стать великим, и Великоросс может стать великим. Без Малороссии Россия еще не Россия. Россия, конечно, она не великая Россия. Вот она, условно, Россия, а великая она становится в единстве с Белой и с Малой Руси. Вот, она становится великой тогда. И враги наши, кстати, это прекрасно понимают. Посему одна из целей нынешних событий на территории Украины это разделить единый народ, потому что по отдельности их можно считать, а вместе они непобедимы. Ведь воины и там, и там, это воины, это русские воины все равно. Враг поссорил, да, враг поссорил. Ну, врага тоже не надо все, как бы, вот, класть на его ответственность. Мы тоже, малоросы, жители Украины, мы тоже виноваты. И Россия, и Великоросия, Россия тоже виноваты. По-другому, по-другому. Считала несерьезным, если вы видите о великоросах, считали, да, не серьезным. Ну, что там, какие-то у них хохло, что-то происходит, это несерьезное. А надо было обратить внимание. А малоросов соблазнили, да, ну, вот, что вы вас угнетали, же, ну, что вы там, и так далее. Расстралили. Нашлось место в сердце, которое ответило, да, мне хорошо. И все. И все. Вот, посему нет, нет виноватых. Все немножечко виноваты. Все немножко виноваты. Сейчас надо не виноватых искать. Сейчас надо искать, что объединяет. Вот. Общую историю, общую веру, общую культуру, общего пования. Тогда будет общее будущее. Или не будет будущего нормального вообще. Вот я так считаю. общая вера. Общая вера, безусловно. Либо вместе с общей верой, общими целями, общей культура, либо ничего. Либо вообще все может рухнуть. Господи, не допустим. Да. Спасибо большое, Яна Ильич. Спасибо за время, которое делилось, за такую интересную беседу. Спасибо, Господи. И я напоминаю нашим зрителям, что сегодня у нас в гостях был человек удивительной судьбы, писатель, православный публицист Яна Ильич Таксер. И с вами была я, Мира ТРД. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова